Пешеходная московская, платные парковки и выделенные полосы для движения. Эти и другие идеи обсудили на новом общественно-культурном совете, в который, помимо городских активистов, вошел глава администрации Кирова Дмитрий Осипов. Общественники надеются на конструктивный диалог между чиновниками и активистами. С некоторыми из них сегодня пообщалась моя коллега Ульяна Ездакова. Ульяна, я правильно поняла, что активисты, заручившись поддержкой властей, сразу же взялись за дело? Именно так, Надя, они решили не мешкать и начать с верстового столба. Если помнишь, этот арт-объект, он стоял рядом с Почтой России, но потом его убрали, конструкция попросту сгнила. И вот сейчас активисты решили его восстановить. Следующий в списке – парк Аполло. Территорию облагородят, спилят старые деревья, уберут мусор. Взяли, что называется, на карандаш и ситуацию с объектом культурного наследия и по совместительству аварийным домом Аверкия Перминова. Кроме того, общественники решили поддержать небезызвестные в городе проекты. Сквер за кинотеатром «Октябрь», Уткин парк, река Люльченко, Ежовское озеро. Быстрых результатов, по мнению председателя совета Руслана Мамедова, удастся добиться только благодаря тесному общению с администрацией города. Мы впервые увидели, что можно действительно собираться и разговаривать не на языке чиновников. Мы разговаривали как просто земляки. И даже когда мы предлагали, например, сформулировать что-то на бумаге, сам глава говорил, не надо ничего сформулировать, все уже сформулировано и прямо в работу запустил прямо несколько проектов. А не в данный момент, когда мы с вами даем интервью, уже идет работа полная. Ульяна, очень, конечно, радостно видеть, что работа уже кипит, но я уверена, были и другие проблемы, которые пока не решились. Так ли это? Конечно, Надя, болевых точек немало и общественники их наметили. Самые актуальные из них, это, пожалуй, нехватка детских и спортивных площадках, особенно на придомовых территориях, где пока, к сожалению, большая часть территории занята припаркованными машинами. Кроме того, на встречи поднимались вопросы организации мест для занятий танцами, плачевное состояние фасадов многих кировских зданий, благоустройство Гагаринского парка, воссоздание джазового оркестра. А историк Антон Касанов высказался о проблеме дизайн-кода, которая за шесть лет обсуждения так и не решилась. Получается, Надя, активисты вывели такую своеобразную формулу успеха. И звучит она так. Это ресурсы власти, плюс знания общественников, и плюс мнение кировчан. И как раз с последним я сегодня пообщалась на тему благоустройства Кирова. Давай послушаем, что сказали люди. Наличие в Совете главы города, это, конечно, очень хорошо, потому что это будет правовая поддержка, но делать все равно будут люди. И вопрос будет только в том, найдется ли достаточно заинтересованных и заматерированных молодых людей, чтобы этим заниматься. Хотелось бы видеть парки, какие-то большие площади, засеянные новыми деревьями. Да, вот которые епархиты хотят передать. Вот их, конечно, надо привести в порядок. Хотя бы возьмите набережную. Там постоянно. Даже туалетов нет. Вы знаете, чтобы строить новое, надо в первую очередь следить за старым. И, кстати, собираться общественники планируют раз в месяц, чтобы координировать свои действия. Ну и, конечно, современные средства связи, различные мессенджеры никто не отменял. По их мнению, собираться раз в месяц это вполне достаточно для того, чтобы наш город стал еще краше. Лена, мы будем надеяться, что так оно и будет. Спасибо. Мы продолжаем.